Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Начну с главной новости. Городу Кумертау присвоен статус территории опережающего развития. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 29 декабря 2016 года о присвоении городу Кумертау статуса ТОР. ТОР Кумертау создается в целях содействия развитию городского округа Кумертау, который относится к моногородам путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. В течение полутора лет руководство Кумертау проводило планомерную работу совместно с Фондом развития моногородов и другими институтами развития по диверсификации экономики и привлечению инвесторов на территорию города, итогом которой стало присвоение статуса ТОР. Постановлением определены границы ТОР Кумертау, вида экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объемы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест. Создание ТОР Кумертау позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить занятость населения за счет диверсификации экономики. Теперь об основных мероприятиях прошедшей недели. С 1 января 2017 года работы по очистке снега, дорог, общего пользования и тротуаров на территории городского округа города Кумертау будут выполняться на контрактной основе шестью различными организациями. Очистку дорог от снега будут осуществлять в многоэтажной застройке частном секторе города Кумертау поселки Шахтерский-3 и на верхней части улиц Петра Великого, Невского и Суворова дорог по улицам Шоссейная, Магистральная, Промышленная до границ города в сторону села Ермолаева, нефти, газодобывающего управления и кончуринского управления подземного хранения газа, а также тротуаров в городе Кумертау, Мубдор, в поселках Питки и Дубки ООО «Стройтранс-М», в деревне Старая Уралка, а также дорог до деревни от дороги на Ермолаево и от объездной дороги Уфа-Оренбург ООО «Транспортник», в поселке Заря ООО «Куюргазинский завод нефтепромыслового оборудования», в поселках Авиатор Шахтерский-2 и Шахтерский-3, кроме верхней части улиц Петра Великого, Невского и Суворова, ООО «Экологический форум», в селе Ира и деревне Алексеевка ООО «Колос», в селе Маячный ООО «Стройдорсервис». Телефоны для связи с диспетчерами данных организаций можно найти на официальном сайте города Кумертау и в газете «Кумертаусское время». С 14 ноября в целях повышения эффективности деятельности распоряжением правительства Республики Башкортостан ФРЦНТ «Дуслык» безвозмездно передан в собственность городского округа город Кумертау. Он будет входить в состав МАО «Городской центр культуры» и именоваться Дворцом угольщиков. В конце декабря завершены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ремонта зданий. Им стал ООО «Капиталстрой». На эти цели Республика Башкортостан и городом Кумертау выделены средства в размере 33,5 миллионов рублей. Подрядчик приступил к работам 9 января. Окончание работы запланировано на конец мая. 12 января глава администрации Борис Беляев провел выездное совещание в будущем центре до призывной подготовки, расположенном в доме номер 5 по улице Логовой. Глава администрации ознакомился с помещением площади 845 квадратных метров, где будут располагаться музеи, атлетические и теннисные залы, классы, оружейная комната, электронный тир, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и многое другое. Сотрудники МПЦ «Самоцветы» уже начали ремонт. Борис Беляев дал поручение рассчитать сметную стоимость ремонтных работ, обратив особое внимание в первую очередь на кровлю и инженерные сети, особо подчеркнув, что эти вопросы нужно решить до наступления тепла, чтобы летом ремонтные работы шли полным ходом. Сегодня в Кумертау стартовал республиканский турнир по тяжелой атлетике на призы главы администрации города. Турнир собрал более 80 участников из 8 районов Республики Башкортостан. В течение двух дней спортсмены поборются за призовые места и право попадания в состав республиканской команды. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. Администрация города совместно с командой Агентства креативного маркетинга предлагает горожанам поучаствовать в увлекательном флешмобе конкурса, конкурсе для того, чтобы попасть в следующую часть киносаги «Елки». Для этого необходимо 14 января в 19.00 прийти на площадь Советов и взять с собой смартфон или фонарик. Условия флешмоба будут озвучены ведущим. Также в этот день вас ждут розыгрыши и конкурсы, и главный приз ЖК «Телевизор». 21 января в 16.00 в рамках Международного дня объятий на площади Советов проводится городской флешмоб «Время обнимашек». В рамках этого мероприятия также будет проведен популярный во всем мире флешмоб «Останови время» или манекен-челлендж. Начало акции в 16.00. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин